Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделий и я Вика. Сегодня мы уже готовимся к осени. Вот такой вот узор, девчонки, объемный, красивый. Очень хорошо смотрится на махеровые пряжи, что нам очень кстати. Набираем узорчики на осень, для вязания на осень. И вот такой вот прелесть, такая вот у нас, очень простая. Вы знаете, что я люблю простые узоры в исполнении, вот, чтобы вязание нам приносило удовольствие, а не смотреть схему до бесконечности и пытаться не запутаться. Я люблю смотреть фильм и вязать. Итак, рапорт у нас состоит из трех петель, то есть мы набираем количество петель, нужное количество петель плюс две петли кромочные. Вот, число петель, кратное трех, плюс две кромочные. Итак, первый ряд. Первую снимаем, одна изнаночная, лицевая, изнаночная. Это и есть один рапорт. Далее снова изнаночная, по сути у нас получается две изнаночные, одна лицевая. Две изнаночные, одна лицевая. В начале и в конце ряда по одной изнаночной и по одной кромочной. Второй ряд мы вяжем по узору, где лицевая, там лицевая, где изнаночная, там изнаночная. Третий ряд, одна изнаночная. Теперь вот смотрите, вот эта, где лицевая, у нас мы вяжем, в принципе, должны вязать сюда, в эту дырочку, мы эту пропускаем, в следующую пропускаем, и в третью дырочку мы вытаскиваем петельку. Хорошо ее вытаскиваем, чтобы она была свободной. Делаем накид. Вот она из этой, теперь из второй дырочки накид. И теперь из петли нормально, нормальную лицевую накид. То есть у нас получается, девчонки, три петли и три накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всего шесть петель. Две изнаночные, лицевую снова то же самое. В третью петлю сверху накид, вторая петля сверху накид, классическая лицевая, накид. Две изнаночные, и так вяжем до конца ряда. Изнаночные, кромочные. Четвертый ряд. Лицевая здесь, смотрим, накид спускаем, нить перед работой, петлю снимаем, накид спускаем, петлю снимаем, переснимаем на правую спицу. Накид спускаем, петлю переснимаем на правую спицу. Две лицевые, то же самое. Накид спускаем, петлю переснимаем. То есть все накиды мы спускаем. Получается эффект такой вытянутой петли, который нам был нужен. А петельку просто переснимаем. Так, лицевая и кромочная. Пятый ряд. Изнаночная. Вот эти три петли, которые у нас длинные, вытянутые, просто все три вместе провязываем лицевой. Они вот так вот разворачиваются и образуют такой вот бутончик красивый. Две изнаночные, эти три петли лицевой, две изнаночные, лицевой, одна изнаночная. Вот, получаются вот такие вот бутончики. Шестой ряд по узору. Седьмой ряд, лицевые петли. И восьмой ряд, изнаночные петли. Казалось бы, рядов много, но оно получается, что оно все равно не напряжено. Там лицевая и изнаночная, тут два ряда лицевой глади. Как бы узор вроде бы как. И много рядов, да. Но, по сути, там ничего сложного. Все, девчонки. Далее начинаем с первого ряда. Вот такой вот рапорт. Мы связали вверх, видите. Такие завертоны получаются. И как вы думаете, напишите мне в комментариях, кто что бы связал этим узором. Как вы думаете, что будет красиво связано таким узором. Вот. На сегодня все, девчонки. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока. С вами был Игорь Негода.